Кредитный скандал разгорается в городе. Екатеринбуржец купил квартиру, три года в ней жил, а теперь жилье у него собирается отобрать один из банков. Причина в нечистоплотности бывшего владельца, который при продаже скрыл, что квадратные метры были куплены в ипотеку. Но новый хозяин винит финансистов, которые умолчали об обременении. Дмитрий Горкин выяснял, чем теперь закончится жилищная история. Все, вот заехал, сделали ремонт, все, жили счастливо, а теперь оказывается, что квартиру отбирают. В новом доме Олег жил почти три года. Оказалось, на птичьих правах. Теперь с квартирой придется расстаться. Ее забирает банк в счет долга за кредит, который взял бывший владелец. Письма из Росреестра о том, что по просьбе суда на квартиру наложен арест. Обратился в суд, оказалось, что уже прошло слушание без меня, вынесено решение о продаже квартиры с торгов. Для Олега это стало шоком, ведь когда он покупал квартиру, никаких обременений на ней не было. Это проверяли и юристы, и риэлторы. Оказалось, предыдущий хозяин в ней даже не проживал. Сделку он оформил по просьбе родственника, директора компании-застройщика. Ему же передал доверенность на право продажи. Квартира как бы принадлежала ему, несмотря на то, что оформлена была на меня. Он ей распоряжался. Документы все были у него. А в итоге получилось так, что они продали и эту квартиру, и денег мне, ни мне, ни банку не отдали. В Росреестр продавец принес стандартный пакет документов, но о том, что она куплена в кредит, умолчал. В список обязательных бумаг справка из банка не входит. Как мы можем подразумевать, что у него там ипотека? Мы же не видим это. Он сдает документы, как участник долевого строительства. Все. Мы видим абсолютно адекватный пакет. А банк нам не сообщил о том, что эта квартира находится у него в залоге. В самом банке заявляют, раньше не могли не сообщать такие сведения. Закон об обязательном предоставлении справок об ипотечном и кредитном жилье вступил в силу только в 2012 году, а сделка состоялась в 2010. Теперь в банке разводят руками и обвиняют в нечистоплотности бывшего владельца. В данном случае, опять же, вина заемщика, не жителя квартиры, да, заемщика, в том, что он своевременно не сообщил в регистрационные органы о том, что на эту квартиру есть обременение, что она находится в залоге. Впрочем, с банком не согласны юристы. По их мнению, наложить арест на квартиру можно было еще в 2009-м, когда прежний владелец-должник оформил ее в собственность. У добросовестного покупателя есть шанс вернуть жилье через суд второй инстанции. С учетом множества факторов, в том числе, каким образом предоставлялся этот кредит, почему в течение пяти лет банк никаким образом не заявлял официальных своих каких-то притязаний на данную квартиру, хотя право собственности, еще раз повторюсь, было зарегистрировано в 2009 году. По мнению юриста, в такой ситуации может оказаться каждый, кто купил вторичное жилье до 2012 года. Олег все же надеется отсудить свою квартиру. Он уже подал апелляцию и написал заявление в полицию. Дмитрий Егоркин, Руслан Шарафудинов, Новости 41-го канала.